Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня именно тот день, в который хочется провести большое основательное расследование и вывести всех на чистую воду. Так во что же я ввязался на выходных? Что ж, я считаю, что нашел некоторые связи между основными блокчейн-консорциумами на Западе и такими же крупнейшими консорциумами на Востоке. Если что, консорциум — это объединение предприятий и организация их с целью координации предпринимательской деятельности. Кроме того, я обнаружил несколько криптопроектов, которыми многие восхищаются, но не знают, что именно они протягивают руки технологической помощи обеим этим консорциумам. Все это началось прошлой недели, когда появились новости о том, что Тесла пилотирует программу блокчейна, основанную на цепочке поставок в своем китайском гигафекторе для оптимизации логистических процессов. Да, речь именно о той Тесле, которой правит элитарный король мемов Илон Маск. Его привыкли видеть сторонником биткоина и блокчейна. Но если разобраться, ребята, он вовсе не новичок в этом вопросе и хорошо понимает ценность децентрализации. Поэтому, если вы не понимаете всей значимости этой ситуации, то я даже не знаю, что вам еще сказать. Тесла безоговорочно является лидирующей компанией, компанией будущего, я не побоюсь этого слова. Я имею в виду, что акции Теслы восстановились лучше всего на фоне всей картины на рынке, поднявшись более чем на 100% только с середины этого марта. Перспективная Тесла – это место, куда инвесторы хотят вкладывать свои деньги. И я не сомневаюсь ни на секунду, что их убежденность подкреплена прежде всего некоторыми из недавних бизнес-шагов Теслы, включая пилотную технологию, основанную на блокчейне. Ведь это, ребята, есть будущее. Так что же пилотировала Тесла и с кем? Судя по статье, работающий на блокчейне провайдер грузовых технологий показал, что Тесла, шанхайская международная портовая группа и китайский оператор грузовых судов Костко опробовали приложение на блокчейне, которое сократило время выдачи груза. А это очень сильно облегчает логистическим командам Теслы взятие на себя ответственности за товары после их выгрузки. Так что здесь замешаны сразу четыре игрока. Конечно же Тесла, но также и шанхайская международная портовая группа, и оператор грузовых судов Костко, и, наконец, основанная на блокчейне технологическая компания CargoSmart. Так какой же блокчейн могут использовать эти ребята? Вот что пишет статья на CoinDesk. В объявлении ничего не говорится о типе блокчейна, использованном в эксперименте, и о том, какие товары Тесла импортирует в Китай. К счастью для CoinDesk, и к счастью для вас, мои дорогие зрители, вам не нужно надолго зависать на CoinDesk, чтобы найти ответы на все вопросы. Я уже узнал, какой блокчейн они используют, кто руководит работой, и какие технологии являются основой для всего этого действия. Готовы? Так начнем же. Если мы хотим выяснить, какой блокчейн они используют, мы, вероятно, должны начать исследовать компанию блокчейна, которая с этим связана, а именно CargoSmart. Так кто же это такие? Мы впервые услышали о них еще в ноябре 2018, когда было объявлено, что 9 крупнейших морских перевозчиков присоединятся к альянсу на блокчейне, который называется «Глобальная сеть морских перевозок». Но также в этот список были включены уже знакомые нам названия, такие как Tesla и Casco, а также Шанхайская портовая группа, CMA, CGM, Evergin Marine, OOCL, Ян Мин, DP World, Hutchinson Ports и PCA International. Вот такая куча аббревиатурных компаний. Но также статья немного вдается в подробности. CargoSmart, компания-разработчик программного обеспечения, финансируемая OOCL, создаст программное обеспечение для блокчейна. OOCL – это судоходный конгломерат с интересами в логистике и недвижимости. А CargoSmart на самом деле это просто программно-технологическое подразделение этой компании, а не какая-то отдельная офшорная блокчейн-компания. Тем не менее, CargoSmart является частью одной из самых мощных судоходных линий в мире. Значит, CargoSmart есть частью OOCL. Но какой же блокчейн используется и какая технология за ним стоит? Где-то 5 месяцев тому назад появилась следующая статья. CargoSmart завершает тестирование Proof of Concepts вместе с E-Trade Connect, чтобы продемонстрировать ценность межсетевого сотрудничества для финансирования торговли. Выдержкой статьи гласит следующее. В ходе исследования были изучены способы улучшения глобальной торговли за счет расширения сотрудничества между грузоотправителями, банками, операторами терминалов и морскими перевозчиками. А также, конечно же, приложения, подлежащие дальнейшей разработке после создания глобальной транспортной бизнес-сети, известной как GSBN. CargoSmart и E-Trade Connect успешно завершили тестирование Proof of Concepts с банками и морскими перевозчиками, включая целый список банков. Bank of China Limited, The Bank of East Asia Limited, HSBC, Standard Chatted Bank Limited и, конечно же, не обошлось без судоходных линий Costco и OOCL. Видите, как снова всплывает куча названий, причем знакомых уже. Casco, GSBN, OOCL, но также и новые PricewaterhouseCoopers, куча банков-конгломератов, но есть еще одно очень важное название, на котором мы и остановимся. E-Trade Connect. Ведь именно эта компания, собственно, и разрабатывает технологию блокчейна для всего этого действия. Так кто же такие эти E-Trade Connect? Если посетить их сайт, можно заметить, что они были созданы гонконгской межбанковской клиринговой компанией. И ее цель состоит в том, чтобы предоставить платформу торговли или торгового финансирования местным и зарубежным участникам с помощью цифровой платформы финансирования торговли, которая будет разработана с использованием технологии блокчейн. Если вы не знаете, что это за фрукт такой, это гонконгская межбанковская клиринговая компания. Ими управляет валютное управление Гонконга. Короче говоря, это центральный банк Гонконга. Так и что, это солидно? Да, уж солиднее, чем многие из нас могут представить. Но не может же гонконгский центральный банк предоставлять блокчейн, верно? Это одновременно и правда, и ложь. Еще в октябре 2018 года, когда E-Trade Connect был объявлен со своими партнерами, Pinin Group твитнули следующее. Поздравляю с запуском E-Trade Connect, недавно созданной в Гонконге платформе финансирования цифровой торговли. По словам NGTV Law, так это все и начинается. Благодарим монетарное управление Гонконга и 12 банков-партнеров за выбор OneConnect в качестве базовой технологии блокчейна. Вот оно, ребята, OneConnect это та самая технология блокчейна, которая за этим и стоит, и которую использует Тесла. Коиндеску на заметку. Так что же такое OneConnect и кто такие Pinin Group? Pinin Group это китайский холдинг, чьи дочерние компании в основном занимаются страхованием банковских и финансовых услуг. А OneConnect это часть Pinin Group. Давайте перейдем к сайту OneConnect и увидим, что там написано. OneConnect является партнером Pinin Group. По состоянию на 30 сентября 2019 года она имеет ведущие мировые технологические возможности для финансовых услуг в области искусственного интеллекта и блокчейна. Компания подала 3392 патентных заявки в Китае и за рубежом. Многие из этих патентов касаются блокчейна, который стоит за всем этим. Зайдя на вкладку их исследований на сайте и кликнув на Pinin Blockchain, нам открывается документ, который приносит нам еще одну крошку информации. На странице номер 17 подробно описано их решение. Команда блокчейна OneConnect разработала инновационную и полностью зашифрованную архитектуру блокчейна FIMEX S3C, которая имеет несколько конкурентных преимуществ. Низкая задержка, высокое количество транзакций в секунду, настраиваемые решения блокчейна для бизнес-объектов и предприятий, а также блокчейн-сеть с большой масштабируемостью. Так вот, навскидку, разве это не звучит как что-то, что уже сейчас строится на западе? Я говорю о протоколе Baseline или Baseline Protocol. Этот протокол использует алгоритм доказательства с нулевым разглашением, точно так же, как и FIMEX в OneConnect. Также мы видим поддержку низкой задержки, большой показатель количества транзакций в секунду и большую производительность, что позволяет предприятиям настраивать и расширять доступ к службам децентрализованного финансирования DeFi, без необходимости публиковать всю свою личную информацию. Так вот, если они такие похожие, у меня возникает абсолютно логичный вопрос, а связаны ли эти двое? OneConnect FIMEX и Baseline Protocol? Я думаю, что да, я в этом убежден и более того, я вам это докажу. Так на чем же основан блокчейн FIMEX S3C? Это его собственная архитектура или использовалось что-то уже существующее, просто переделанное и доделанное? У людей есть догадки на этот счет. Гнев Канемана, так называется аккаунт в твиттере, написал вот что. Мало что можно нарыть об архитектуре в OneConnect'овских FIMEX BNAAS и FIMEX S3C без знания китайского языка. Похоже на платформу, которая координирует и создает различные блокчейны, в том числе и рынок FIMEX, аналогично R3CORD. Что ж, гнев Канемана. Я решил покопать даже глубже, чем это сделали вы. Например, поднимем документацию Hyperledger за январь 2019 года, специальной группы по интересам финансирования торговли Hyperledger. Тогда у них был такой вопрос на повестке. Какие существуют платформы для финансирования торговли? Например, V-Trade Hyperledger, E-Trade Connect Hyperledger и другие, которые были построены на CORD, ETH и так далее. Как мы уже выяснили, E-Trade Connect это OneConnect. А OneConnect, в свою очередь, это блокчейн технологии FIMEX S3C. Получается, он был построен с использованием Hyperledger и на самом деле был построен одним из первых основателей архитектуры Hyperledger. На сайте OneConnect в разделе, посвященному блокчейну FIMEX, мы находим следующие строки. Во главе с основателем архитектуры Hyperledger. Так кто же это такой, этот таинственный сооснователь? Это Фрэнк Лу, и вот его страница на LinkedIn. Он заместитель главного менеджера в BNN OneConnect, что подкрепляется его резюме. Руководитель отдела исследований решений DLTC июля 2016 года. Чем же товарищ Фрэнки занимался до этого? Он два года проработал в IBM, руководителем программы и старшим менеджером по архитектуре Hyperledger, и он был одним из первых создателей этой архитектуры. А кто же был вторым создателем? Джон Вулперт. И он сейчас работает над Baseline Protocol, о котором мы говорили, и этому есть подтверждение, если мы перейдем на их гитхаб-разработки архитектуры Hyperledger. В этот документ внесли вклад следующие люди. Номер раз – Фрэнк Лу. Номер два – Джон Вулперт. Наши уже старые знакомые. Джонни Вуппилт и Фрэнк Лу работали как можно ближе друг к другу и создали технологию, которая сейчас является основой для обоих продуктов, над которыми они и потеют сегодня. У Фрэнка это FIMAX S3C, а у Джона это Baseline Protocol. И вот, что мне очень интересно, так это то, что в Unconnect подали заявку на регистрацию всех комиссии по ценным бумагам и биржам США в прошлом году, и эту заявку одобрили. Они также запустили и собрали 312 миллионов долларов в ходе IPO в Соединенных Штатах. А это значит, что компания приходит в США со своими технологиями. А у кого уже есть связи с Эрнст Ян? Конечно же, у Фрэнкового друга-братишки, Джона Вулперта. Так какие же блокчейн-проекты вовлечены в Baseline Protocol? Парочку мы уже знаем, это Chainlink и Unibright, поскольку члены их команды входят в технический руководящий комитет. Но также, как я и предполагал, хотя и думал, что ошибочно, Астек с Захарей Уильямсоном. Все это можно найти в документе Baseline, технический руководящий комитет. Доказательства можно найти и в официальных твиттерах компаний. Вот, например, такой твит от Chainlink, а остальные найти тоже труда не составит. Но в середине марта рынки рухнули, и в команду Baseline были добавлены новые проекты. В том числе некоторые проекты совсем уж маленькими капитализациями. Например, 19 марта добавлены такие проекты, как Energy Web Foundation, The Graph, ShipChain и Clia. Рыночная капитализация, например, ShipChain, а если подсмотреть на CoinMarketCap, составляет на данный момент 6,6 миллиона долларов. Но на момент добавления в Baseline Protocol капитализация была и вовсе менее 2 миллионов. Неплохой такой буст произошел, не правда ли? Поэтому, друзья, нужно не выпускать из виду этот Baseline Protocol и криптопроекты, которые с ним связаны. И именно поэтому документ, в котором эти проекты указаны, я оставлю у себя в Телеграме, ссылка на который будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Baseline Protocol и FIMEX S3C были созданы для взаимодействия друг с другом, поскольку обе технологии используют архитектуру Hyperledger, которая была создана обоими основателями, Lu и Vulpertam. По факту, Baseline Protocol и FIMEX S3C это как западная и восточная римская империя. Восточная и западная системы на блокчейне будут работать воедино, и этой обоюдной системой отчета станет эфириум. И, конечно же, не стоит забывать и о том, что во все это замешана Тесла. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok